Сейчас мы сведем в очные ставки, офигительные, ну относительно офигительные лампочки, обычные галогеновые и вот очень такие сейчас распространенные LED лампы под Соколи H4. По-моему я у всех моих друзей видел такие коробочки, сейчас только ленивые не покупают. Примерно одна ценовая категория, даже галогенки чуть дешевле. Ну с той лишь разницей, что здесь написано Made in Japan, а вот здесь написано Made in... Сейчас посмотрим кто как светит. Так, в правую фару мы втыкаем вот эту LED лампочку, в правую, потому что здесь полегче подлазить. Это Гранта с бодрым 16-клапанным движком, поэтому туда очень трудно подлазить. Сюда вот мы засунули обычную в кавычках, кой-то лампочку. Кой-то это фирма такая, а не кой-то веки, фраза старорусская. Суй! Ну вот LED. И первое, что мы заметили при установке LED, что она болтается как... Ну вот она. Ну какой луч может быть у такой лампочки. Нашли более-менее положение по пучку света вот такое. Наверное она так должна быть. Ну нам для теста хватит, а так по жизни она недолго продержится. С обычной японской лампочкой. Ну все нормально, просто сунули и она работает. Ну с виду LED лампочка конечно белее. А вот по мощности... Сейчас посмотрим. Короче если смотреть на фары, конечно они светят обе. Но если по факту смотреть на дорогу, это просто фиаско. Давай я сверху сниму, а ты по очереди фары закроешь. Угу. Давай. Запоминаем вот такой пучок. Закрывай фару. Вот что получается. Переходи. Все, давай закрывай. Все. Так, ну это ближний. А у нас все-таки аж 4 лампочки совмещенные. Включаем дальний. Дальний вообще без разговоров, да? Азат, давай на дальний. Сделай так же. Давай, закрывай. Свет выключили. Это как будто просто я включил один противотуманник. Давай меняемся. Опа. Это кой-то. Еще один минус, с которым мы столкнулись, установив LED-лампы. Видите, вот эта попка лампы торчит. И получается, нельзя фару закрыть изнутри. Соответственно, фара будет забиваться грязью, влагой, потеть, грязниться. Короче, недолго прослужит. Да пофиг это. Ну что, Азат, что скажешь? На чем остановишься? Становлюсь, конечно же, на фаре. А в фару что сунешь-то, блин? Насмотря на чем. Ладно, по сути. Так, по сути. Побеждает безоговорочно галоген, потому что галоген лучше виден в дождь. И вот, как сейчас показало видео, съемка и фотофиксация. Галоген всегда лучше, чем вот эта вот новомодная. Надо ее снять и выбросить. Короче, вот если, пацаны, у вас вот такой тонер на лобаче, через который нифига не видно, придется ставить нормальные галогеновые лампочки, чтобы ночью хоть видеть, куда едешь. Но если вы ночью куда-то едете, а не просто стоите и курите. Ставить в два этажа нормальные лампы, иначе вы будете без морда ездить. Или соберете в кого-нибудь. И в конце вставить фотку Роберта. Да, да, да. Можно, будет красиво. Ладно, тогда. Ну, ладно, решать, сами решайте, да? Днем, в принципе, с лэдами прикольно. Они смотрятся голубенькие. Садаются новее и свежее, но... Ночью это очень большой минус, потому что ты ничего не увидишь в дождь и разобьешься. У нас теперь не пропустят ютубы за мат. Ну ты сам этот, наложи кряканье. Ты будешь кря-кря делать? Ладно, да.